Друзья, всем привет! Очень долго я оттягивала этот момент, потому что момент действительно требует затрат и временных, и моральных усилий, и требует места, чтобы завершить вот этот процесс, о котором я сегодня буду рассказывать. А речь сегодня, друзья, пойдет об переукоренении вытянувшихся розеток. Вот я собрала их у себя достаточно большое количество, но это не все. Дело в том, что я здесь опять подхожу к каждому вопросу со своей колокольни. Вот в моем случае, допустим, я вообще люблю розетки на ножках, но когда эта ножка уже зашкаливает, когда внешний вид розетки кажется уже не таким красивым, вот, допустим, друзья, Эхиверия Суен, вот она на ножке, у нее есть ножка, но ножка эта небольшая, и общий вид растения смотрится вроде так и неплохо. Вот такие ножки я оставляю. Вот такие ножки, вот здесь она чуть побольше, видно, что растению не хватает влаги, она опускает воздушные корни, но все равно эта ножка нормальная, она устойчивая, это Эхиверия Дастероза. И вот такие розетки пока я оставляю, таких розеток у меня много. А вот такие ноги, как вот у этих Эхиверий, которые уже переросли свой допустимый размер для того, чтобы растение выглядело симпатично, вот такие ноги нужно обязательно резать. Очень удачные ноги, а надо прятать. Куда? Под Макси. И вот сколько бы я не оттягивала, просто время уже подошло, потому что на улице прибавляется световой день, видно, что солнышко все чаще и чаще заглядывает в окна. И вот сейчас самое время, друзья, обезглавливать наши розетки, потому что растения уже проснулись давно, несмотря на то, что, допустим, у нас Эхиверия и все другие суккуленты, у которых нет якобы такового выраженного периода покоя, они все равно чувствуют приближение весны и они начинают активно расти. Не знаю, замечали вы это или нет, но я на своих растениях заметила вот такой парадокс, что приблизительно где-то, вот я занесла их с улицы в конце 31 октября, по-моему, ну, в общем, ноябрь, декабрь, январь, они простояли нормально, даже до середины января. Как только световой день начал более-менее прибавляться, суккуленты пустились в рост. То есть, несмотря на то, что у них якобы одинаковое одно и то же освещение, что у них один и тот же уход, вот в те самые суровые зимние месяцы розетки эти не тянулись. Но сейчас это просто происходит с повышенной такой тенденцией. И я думаю, что это связано с тем, что растения все равно своими биологическими ритмами, растения чувствуют приближение весны и стараются, уже устремляются расти более активно. А раз оно начинает расти более активно, то света вот этого, которых у меня, допустим, от ламп, им хватает с недостатком. И поэтому происходит вот такое активное вытягивание ног, голов. Ну, в общем, розетка вытягивается. Видно, что в промежутках между листьями есть междоузли и достаточно крупные. И вот я думаю, что наконец-то сегодня я снесу им головы многим, не всем, но многим, вот по крайней мере тем, которых вот сюда поставила. И тем самым я омоложу свои, ну, не свои, у меня одна голова, омоложу головы суккулентов, обрезав их, переукоренив и предоставив им уже более комфортные условия. Наконец-то дождались. Друзья, ну, если снимать с высоты птичьего полета и снимать именно вот шляпки розеток, макушки розеток, то вроде бы и они не требуют никаких переукоренений. Вроде так и неплохо смотрится, если смотреть сверху. Но если смотреть сбоку, то, конечно же, это нужно делать и очень-очень срочно. Вот, допустим, Эхиверия Лавли Роуз. Это, конечно, красивая розетка. Здесь у меня посажены в этом горшке две головы. Но дело в том, что вот эта розетка, несмотря на всю ее красоту, изящность, но вот сейчас в данном случае, в моем случае, она потеряла свою красоту, подвытянулась. Дело в том, что вообще любая Лавли Роуз, она очень быстро отсушивает листья, и у нее очень быстро, даже при любом самом там максимальном освещении, у нее очень быстро галяется нога. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Вот Лавли Роуз, друзья, я переукореняю каждый год. Ежегодно я отрезаю ей ногу, причем отрезаю ей, ну, практически вот так оставляю маленькую ножку, она укореняется, и вот за год она выращивает себе приблизительно, да, приблизительно за год. Ну, может быть, в марте, там, в феврале я это все время делаю. И вот такие ноги она выращивает себе именно ровно за год. Ну, вот эту розетку я поставила, но я еще подумаю, может быть, я и не трону ее. Ножка здесь небольшая. Я вот видела, что девочки режут вообще розетки, которые, на мой взгляд, вообще не требуют обрезки, но я так думаю, что они просто в целях размножения это делают. Я не стремлюсь размножить свои растения, потому что мне их размножать реально некуда, у меня курочки клюнуть негде на полках, и вот каждое прибавление там одного-двух черенков, оно все равно просит от меня места, которого нет. Поэтому я, наверное, погорячилась, поставила вот эту розетку, пока подумаю. Вот, друзья, ну это просто какой-то ужас. Ужасней, наверное, растения в моей коллекции нет. О, какая отвратительная рожа! Я бы, конечно, давно ее обрезала, но дело в том, что я ждала, пока у нее отрастет нога, потому что некоторое время у нее срез приходился вот на этот цветонос. Я вам в каком-то видео показывала, что очень близко вот эта розетка была расположена к цветоносу. То есть, если отрезать прям совсем под вот эту пипку, то корни бы она давала с трудом. Надо, чтобы стволик немножечко состарился. В состаренный ствол корни дает лучше. А вот то состаренное место приходилось именно вот на этот цветонос. То есть, если резать, то как раз на цветонос. А так как цветоносы со временем отсыхают, то в этом стволе бы потом он постепенно бы отсыхал в почве, мог бы загнить. В общем, этого не следовало делать, и я ждала, пока вот эта голова отрастет. Ну вот, друзья, грабтоверия Дебби, на мой взгляд, она еще как бы и подержалась бы на этой ноге. Но я просто решила, что хватит ей мучиться. Она в этом грунте сидит уже, наверное, четвертый год. И поэтому она просто требует пересадки. И вот я решила ее чикнуть вместе со всеми. Точно так же, как и я пересажу вот эту розетку. Ей тоже около четырех лет, вот этой розетке. Ну, три точно, может быть, три с половиной. Это эхиверия эстер. Смотрите, какой рой корней. Просто ужас. Вы когда-нибудь еще такое видели? Она выглядит неплохо, вообще-то. Но я так думаю, что у нее уже там слежался, спрессовался грунт. И вот, может быть, корни уже не проходят. Потому что он даже вот не проминается, не шуршит. Я думаю, что там просто монолит. Ну, распотрошу, увидим. А вообще, друзья, вот в таком состоянии она просидит еще пару лет. То есть пять лет в одной земле, в мелком горшке. И это будет для нее не критично. Она все равно будет оставаться... Ну, сейчас она не яркая, потому что ей не хватает досветки. На солнце она будет яркая, красивая, изящная. Ну, в принципе, и можно ее было и не трогать. Но я все-таки решила, что... Отблагодарить ее решила за ее верную и долгую службу. Я просто ей улучшу условия. Вот это чудо-юдо. Я вам показывала его, когда рассказывала о топе своих самых страшных суккулентов. Я говорила, что я снесу ей голову. Ну, это даже головой нельзя назвать, друзья. Это просто какой-то тоже... Ну, ужас-ужас. Вот, наверное, два самых страшных моих растения. Я, кстати, вот это страшное растение забыла показать в этом топе, о котором рассказывала. Это тоже максимально страшное растение. Ну, и вот это тоже. Это очень страшное растение. Неприятное зрелище. И вообще, вот, смотря на... Глядя на него, вообще нельзя сказать, что это за растение. И вообще, что это за вид. Каким он будет. Ну, это просто скопище каких-то отвратительных, страшных листьев. Какая гадость, какая гадость это, ваша заливная рыба. Вот, друзья, три розетки суенов. Суен фрил. Одна, вторая, третья. Несмотря на одно название, растения, конечно же, различаются по окрасу и по форме листьев. И они все разные. Но объединяет их одно, друзья. Они очень тоже быстро растут. Очень быстро выбрасывают вот эти свои длинные ноги. Я просто подозреваю, что тенденция их роста именно такая. То есть, это специфика их роста, что по-другому они не могут. То есть, пока хватает им очень много света. Вот, допустим, сравните хиверию эстер. Вот эту. Вот, несмотря на то, что она сейчас невзрачная и неокрашенная, форма у нее исключительно идеальная, я считаю. Что нельзя сказать вот про этих. Они яркие. Вид сверху изумительный. Но вид сбоку, конечно, кошмарный. В общем, такие розетки, они не могут устоять перед бороться с маленьким количеством света и начинают вытягиваться. Мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный. Точно, слабохарактерный. Ну, а то, что случилось с ними вот этой весной, вообще со всеми растениями, они действительно увеличили темпы роста. Несмотря на то, что я их редко поливаю по тургору, когда уже листики вот станут вяленькие. Вот он сейчас вяленький, этот листик, туда-сюда двигается. То есть, я его уже вот мотаю и уверена, что он не оторвется, не отломится, не хряпнет, потому что в листе уже нет воды. И вот они приблизительно у меня все такого рода. Вот эту розетку я поставила, вроде нога длинная. Нога длинная, изогнутая, но она просто ко мне приехала очень страшной. Конечно же, уже за полгода она восстановилась. Вот здесь у нее на одном побеге даже два ребенка. У меня дети. У меня их двое, мальчик и... Тоже мальчик. Все-таки, наверное, я ее оставлю и рубить не буду, потому что... Хочу, чтобы вот эти дети выросли немножко. Дети интересные. Это эхиверия шантили, мутейшн. Дети пока вроде бы не мутейшны, но там как карта ляжет. Они могут замутироваться в любой момент. В общем, просто мне интересно посмотреть, кто будет, кто вырастет из этих детей. Мамка варегатная. И вот дети тоже должны быть варегатные. Эта эхиверия была с тремя побегами. Вот у этой, у последнего побега, который вот сейчас лысый, у него не было точки роста. И эти листья, точка роста исчезла, и листья со временем отсохли. И вот сейчас вот такая культяшка абсолютно без одного листа и пока без единой почки. Я не знаю, родит она кого-нибудь, не родит. Ну, наверное, все-таки эту эхиверию я оставлю, пока трогать не буду. Пусть она развивается так, как считает нужным, без обрезки. Потому что нога это терпит, нога это не такая высокая. Общий вид неплохой у этого растения, поэтому пока оставлю так. Ну, и следующие кандидаты в депутаты абсолютно с такими же проблемами. Длинные ноги. Ну, вот эта нога, может быть, тоже может потерпеть. Я сейчас посмотрю просто, посмотрю на наличие своего места. Но места, конечно, нет. У меня единственный выход. Я ставлю растения на компьютерный стол и включаю там лампу. Это вот как бы заменитель моей полки, моя четвертая полка. Делаю я это очень редко, потому что в комнате получается уже не так уютно, когда везде горшки. Я считаю, что для растений должно быть какое-то отдельное место, определенное место. А не так, чтобы вот они были разбросаны по всем закоулкам. Друзья, ну, и мне очень жалко, наверное, тоже я пока не буду этого делать, хотя нога это уже максимально длинная. Ну, мне очень жалко резать вот это растение. Это хиверия даймон стед варегатная. Вот она выросла вот таким двойным растением. Смотрятся эти головы вместе изумительно. Можно их, конечно, разделить, обрезать им головы. И это будет два полноценных отдельных растения. Но мне так нравится вот этот их дуэт. В общем, я сейчас хорошо подумаю, прежде чем совершу или не совершу ошибку. Ну, может быть, не ошибку, но не знаю. Жалко мне вот это нарушать. Люблю я. Ну, тут ствол такой, он не шаткий. Он выдержит еще, наверное, пять голов. Поэтому, может быть, лето я так и оставлю. Потому что в моем варианте, когда растения стоят тесно, если их размещать рядом, то вот одно становится вплотную к другому. Летом света достаточно, солнца будет хватать. И вот как-то так. Ну, а если я, допустим, посажу эту розетку отдельно, то этот лист будет уже упираться из горшка вот сюда. То есть, места потребуется гораздо больше. Вот тут уже на все варианты идешь, лишь бы как-то уплотниться. Ну, вот эту ногу тоже я буду резать однозначно. Очень она длинная капуста. Это то растение. Я вам его показывала, когда заносила суккуленты с улицы. Нет, вру. Наверное, не в тот раз. В общем, я его купила. И я вам показывала в одном из своих видео, какое оно было, что тут точка роста была скомканная, сжатая. В общем, я знала, что я покупаю. И я не прогадала. То есть, вот за зиму, друзья, представляете, вот она отрастила всю вот эту макушку. Потому что размер ее... Ну, вот это были, наверное, ее последние листики, с которыми она ко мне приехала. Это все уже выросло у меня где-то за полгода. Достаточно быстро растут капусты многие. Ну, и вот рейндропсик. Вот этот, он тоже очень замученный. Нога у него толстючая. В принципе, его можно и не трогать, но мне не нравится уже его вид. Поэтому я его обновлю. И о кайхосе. О кайхосе тоже. Ей очень мало света было. Она у меня была прикрыта с одной стороны листьями, с другой стороны листьями. И вот в итоге у нее такой достаточно длинный ствол. Листья вот эти, смотрите, устремлены вниз, потому что это происходит с суккулентами от нехватки до освещения, когда листья идут вниз. Мало света. Однозначно. Кверху только топорщится макушечка. Вот ее-то мы и срежем. Ну, а пень этот будет, либо не будет. Там уже видно будет. Ну, вот это, знаете, друзья, у меня было дикое желание месяц назад ей срубить голову. Но вот сейчас, с прибавлением светового дня, она начала более-менее хорошо развиваться, стала компактной. Макушка эта стала раскрашиваться. В общем, в принципе, ее можно было бы и не трогать. Но нога у нее достаточно такая длинная, тонкая и вихлючая. Поэтому ее тоже ожидает участь снесения головы. Да, друзья, хотела вам показать еще автерглоу. Вот эту, отставила ее, потому что она большая, мешает мне. И чуть не забыла, что хотела сказать. Вот это растение тоже, оно прожило у меня года два, наверное, вот в этом горшке, в семерке. Вот сейчас, смотрите, у нее какие листья стали. Вот такие, как бы, знаете, как кровь там на них, прям рубцы такие кровавые. Это происходит от того, вот на многих растениях, если вы замечали у себя такое, это происходит от того, что растению дико не хватает воды. Поливаются они у меня очень редко, вот эти вот все лошадки, которые я сейчас показываю. Ну, большинство лошадок. И когда растению не хватает воды, оно вот начинает образовывать вот такие рубцы. Листья начинают деформироваться. Окрас этот, который летом распределен по всему центру, по всему листу, окрас этот концентрируется в какой-то одной точке. В общем, получается такое очень некрасивое зрелище. Нога у нее очень толстая, ровная. То есть вот эта нога выдержит еще, ну, год еще она точно ее выдержит. Может быть, и два выдержит. В принципе, с ней можно ничего не делать с этой розеткой, потому что вот моим осталось мучиться до апреля. Ну, каких-то тут полтора месяца. В принципе, она это может время и переждать. Чуть почаще я ее буду поливать, и все. И вот эта скомканность листьев, она расправится. И она, доживя до улицы, она придет в себя очень быстро, потому что авторглоу дома вообще они, конечно, стагнируют, не хотят расти. Авторглоу это свободолюбивые растения, я считаю, наиболее комфортные, им наиболее комфортно. И самым лучшим видом они могут похвастаться только на улице. Друзья, хожу-хожу, ловлю оттенки. Вот здесь наиболее приближенные оттенки, какие вообще есть сейчас у моих растений. Перевожу вот сюда взор вместе с камерой. И вот она уже какая-то белая и совсем не то. Эта хиверия трампет премиум. Ей я, наверное, тоже срублю голову. Вот ствол у нее не очень длинный. Может быть, просто я ее методом перевалки поменяю ей часть грунта и оставлю так. В общем, на этой ноге она еще проторчит лето, может быть, до следующего года. В общем, не знаю. Может быть, и не буду я ее тоже трогать. Вот честно, не люблю рубить голову растением. Не знаю, почему не люблю. Может быть, поэтому я люблю растения на ногах. Но мне действительно нравится внешний вид на ножках суккулентов. В общем, друзья, сейчас я подумаю и решу, кого я буду резать, а кого не буду резать. Что вы говорите? Друзья, ну, я посмотрела, я наболтала уже прилично. И, наверное, вот эту всю обрезку я уже перенесу на следующее видео. В следующем видео я вам покажу, как я обрезаю головы, покажу, как я мешаю грунт, в какой грунт я буду сажать, и куда я потом деваю пеньки, которые остаются от этих растений. Ну, а на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем здоровых жирных растений! Следуйте моему друзьям примеру, потому что уже пора сносить головы. Уже весна на носу, уже растения просят этого многие. Поэтому не бойтесь, дерзайте и ждите продолжения, что у меня получится в результате вот этого моего сегодняшнего мероприятия. Всем пока-пока! Спасибо за просмотр! До новых встреч! Всё-всё! Всё!